Итак, коллеги, мне вас приятно видеть, я с многими из вас встречался, вы мне экзамен сдавали, у меня осталось хорошее воспоминание о наших встречах. Давайте снова продолжим нашу встречу. Вот я вам прочитаю одну лекцию, называется «Прогресс в исследовании черных дыр». Почему я выбрал эту лекцию? Дело в том, что буквально полтора года тому назад за исследование черных дыр, там не говорится про открытие, а за исследование черных дыр была присуждена Нобелевская премия. Вы это все хорошо знаете. И это, конечно, стало триумфом этой очень сложной проблемы. Дело в том, что если бы мы сейчас вернулись лет на 40 назад, то говорить просто о черных дырах, по крайней мере в нашей стране, было правилом дурного тона. С чем это было связано? Дело в том, что свойства черных дыр очень необычные. Они просто противоречат здравому смыслу во многих отношениях. О некоторых парадоксах черных дыр я в этой лекции скажу. И еще в нашей стране усугубило проблему то, что Виктор Амбарцумян, выдающийся советский ученый, лидер армянской и советской астрономии, он на нашу беду где-то в 40-х годах придумал модель Д-тел. Он предложил модель формирования небесных объектов не путем сжатия газа и так далее, контракционную модель, а наоборот модель расширения. Есть сверхплотные тела, расширение которых приводит к формированию звезд, газа, пыли и так далее. Он приводил очень здравые аргументы и так далее, что чаще всего мы наблюдаем не падение, а расширение и так далее. Это первое. И когда появилась идея черной дыры, реально она появилась уже серьезно после написания книги Зельдовича и Новикова «Релятивическая астрофизика». Она была в 1967 году опубликована. Ну а до этого еще Джон Уиллер впервые вел понятие «черная дыра». И многие, так сказать, Кип Тор, Нобелевский лауреат, там работали над этой проблемой. Когда появилась вот эта проблема черных дыр, стала уже на такой серьезный уровень, то, естественно, это полностью противоречило идее Д-тел. Потому что не могут существовать тела с массой больше трех масонцев в виде каких-то устойчивых образований. Так предсказывает общая теория относительности. А у Амбурцумяна целые галактики образовывались из распада Д-тел. Вот это первый был, так сказать, некоторый аспект, который делал проблему черных дыр неудобными. По крайней мере, большинство астрофизиков, ну физики это другое, я говорю про астрофизиков, они старались избегать этой темы. Потому что сразу же возникали претензии, проблемы и так далее. Более того, уже где-то чуть позже, в 70-х годах, ректор Московского университета Анатолий Алексеевич Лагунов написал релятивистскую теорию гравитации. Это теория гравитации в плоском пространстве времени, в которой отвергается существование черных дыр. И на эту тему были дискуссии между Зельдовичем и Грещуком. Эти дискуссии были на страницах УФН журнала, в аудиториях физического факультета, в большой физической аудитории было несколько семинаров, где выступали Лившиц, Зельдович, Грещук тоже тогда, молодой доктор наук. И вот эта дискуссия, она тоже решала вопрос, можно поверить в черные дыры или нельзя. И вот этот тандем, вот и наш ректор Анатолий Алексеевич, кстати, выдающийся ученый, он имеет огромный вклад в теорию элементарных частиц, создатель ускорителя в Протвино, он был директором этого института в Протвино, наряду с ректорством в МГУ. Но тем не менее, вот эту область, он увлекся именно вот этой теорией, релятивистской теорией гравитации, которая во многих отношениях верна, она согласуется с наблюдениями в случае слабых полей, но в случае сильных полей предсказания радикально отличались. Но, конечно, ученые-чернодырщики, я уж буду так называть, извините, восприяли, когда появилась рентгеновская астрономия. И в это время были открыты компактные рентгеновские источники в двойных системах, это аккрецирующие нейтронные звезды или черные дыры, оптическая звезда является донором вещества, она поставляет, образуется аккреционный диск, скорости движения в центре диска из-за огромного потенциала черные дыры достигает скоростей и порядка скорости света, и малейшая неоднородность течения приводит к формированию мощнейших ударных волн, к разогреву до десятки сотен миллионов градусов и рентгеновскому излучению. Это вот теория дисковой аккреции, которая была развита в нашем институте, у Николая Ивановича Шакура и вообще школы Зельдовича. Вот эти наблюдения пошли, и одним из первых рентгеновских источников оказался кандидат в черные дыры, объект Лебедь-Х1. Буквально, так сказать, был отождествлен с черной дырой в 1971-1973 годах. Была измерена его масса и так далее. Больше трех масс, солнца масса. И ученые очень воспряли. Но оказалось, что не так все просто. На протяжении целых 11 лет источник Лебедь-Х1 был единственным кандидатом в черную дыру. Были открыты многие десятки аккрециирующих нейтронных звезд в двойных системах, рентгеновские пульсары, радиопульсары и так далее. Но только один из этих вот рентгеновских, из порядка сотни рентгеновских двойных систем, которые вначале были открыты специализированным рентгеновским спутником Ухуру, только один замечательный объект Лебедь-Х1 не показывал признака рентгеновского пульсара и по массе превосходил три солнечных массы. И тогда тоже у ученых появилось уныние. Если только один, то значит можно придумать какие-то исключения. И для него группа Пачинского предложила альтернативную модель. Оказывается, Лебедь-Х1 может быть тройной системой, в которой нейтронная звезда. Большая функция массы системы связана с наличием большой массы соседней оптической звезды. А нейтронная звезда бегает, так сказать, как-то там и так далее, малая добавка. Поэтому фактически функция массы этой двойной системы несет информацию о массе второй оптической звезды. И все заглохло, опять, так сказать, появилось уныние. И только 11 лет спустя, после открытия Лебедя-Х1, значит, вот американские ученые Энн Каули, женщины, кстати, с авторами, с своими коллегами, они померили второго кандидата в черные дыры, измерили массу. Это ЛМЦ-Х1. Это уже в Большом Магеллановом облаке, не в нашей Талактике. Вот, так сказать, а после этого, буквально через полгода, был впервые открыт, вот, открыта черная дыра в маломассивной рентгеновской двойной системе. Почему? Дело в том, что ученые искали черные дыры в парах с массивными звездами. Потому что предполагалось, что, ну, масса звезд в момент образования должны быть близкими, и поэтому, значит, желательно вот и выбирать именно звезды двойные, рентгеновские двойные с массивными спутниками. И оказалось, что там никаких черных дыр нет. А вот когда спутник имеет массу порядка массы Солнца, а не 30 масс Солнца, то встречаются очень часто черные дыры. И вот как только это ученые поняли, начали изучать маломассивные рентгеновские двойные системы со спутниками малой массы, а это гораздо более трудная задача, потому что оптическая звезда с массой меньше массы Солнца, на старикелопарсеке, это объект 20-й величины. Вот тогда пошло и массовое открытие черных дыр в маломассивных рентгеновских двойных системах. Почему? Дело в том, что время ядерной эволюции маломассивной звезды в тысячи раз больше, чем время ядерной эволюции массивной звезды. И поэтому стадия рентгеновской двойной системы в маломассивных двойных системах в тысячу раз длиннее. И вероятность наблюдать стадию именно рентгеновской двойной системы в такой системе гораздо выше. И поэтому таких систем гораздо чаще удавалось обнаруживать. Вот такое некоторое преамбуло. А сейчас получено Нобелевское премиуме за открытие, по крайней мере, за исследование черных дыр. Давайте перейдем к основному тексту после этого несколько затянувшегося введения. Значит, ну что такое черная дыра? Вы уже взрослые люди, вы прекрасно знаете, что черная дыра – это область пространства-времени, для которой сила гравитационного протяжения столь велика, что никакой сигнал, даже свет, не может вырваться из нее на пространственную бесконечность будущего. Вот надо обязательно добавлять будущее, потому что еще есть пространственная бесконечность прошлого. А в черной дыре там метрика очень нетривиальная. Ну, вторая космическая скорость, фактически, для черной дыры равна скорости света. И структура шваршильдовская, не вращающаяся из черной дыры, она выглядит вот таким образом. Это в воображаемом эвклидовом пространстве, я подчеркиваю. Значит, имеет центральную сингулярность, куда сколлапсировало вещество звезды, из которой и из этой звезды черная дыра образовалась. Плотность здесь порядка 10-94 грамм в кубическом сантиметре. Обычно законы физики уже заведомо не работают. Скорее всего, там работают законы квантовой гравитации, которые пока не построены. Нет такой самосогласованной теории. Возникает вопрос, как же мы можем изучать структуру черной дыры, не зная законов квантовой гравитации. Дело в том, что внутри черной дыры пространство-время так сильно переплетены, что сингулярность находится в будущем по отношению к внешним частям черной дыры. Поэтому незнание законов квантовой гравитации не мешает нам строить в рамках классической общей теории относительности структуру черной дыры как на внешней границе, так и внутри черной, в подавляющей части внутренности черной дыры. Следующая структура – это горизонт событий. Горизонт событий – это некоторая световая поверхность в пространстве-время. Это не твердая поверхность, ее можно устранить выбором системы отсчета. На этой световой поверхности время останавливается. Ход времени останавливается. Вы знаете такой пример, что если мы пошлем космонавта к черной дыре, то из-за остановки времени здесь он будет остановлен. Никакие приказы не помогут ему пересечь горизонт событий в нашей системе отсчета с точки зрения далекого наблюдателя. Но с точки зрения самого себя космонавт спокойно проникает через горизонт событий и, конечно, падает в сингулярность, и там будет разорван бесконечно большими приливными силами. Вот такой первый парадокс уже. Значит, с точки зрения внешнего наблюдателя космонавт живет бесконечно долго, потому что время здесь остановилось, а с точки зрения самого себя он почти мгновенно погибает. И таких парадоксов десятки для черных дыр. И следующая очень важная поверхность – это так называемая фотонная сфера. Фотонная сфера имеет радиус полтора шваршильдерских радиуса. И внутри фотонной сферы фотоны кванта света могут двигаться по заткнутым траекториям. Они, конечно, могут и падать на черную дыру, но важно, что до этой границы фотон закругляется и много оборотов делает внутри фотонной сферы. Отмечу только, что именно наиболее сверхсильное гравитационное поле черной дыры в состоянии заставить двигаться по окружности фотон, двигающий со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Например, гравитационное поле нейтронной звезды слишком мало. Там нет никакой фотонной сферы около нейтронной звезды. Вот эта фотонная сфера она и обеспечивает нам тень от черной дыры, о которой мы будем в конце лекции говорить, о которой вы видели, конечно, картинку. Тень от черной дыры в галактике М87 и так далее. Но дело в том, что здесь я говорил полтора раза разница между радиусом горизонта событий и фотонной сферой. На самом деле, это в предположении, что лучи света, которые к нам идут, они идут по прямым линиям. Но ведь гравитационное поле черной дыры, пространство-время черной дыры из-за гравитационного поля черной дыры сильнейшим образом искривлено. Поэтому лучи света идут не по прямым траекториям к наблюдателю, а по сильно искривленным траекториям. Поэтому черная дыра является линзой для самой себя. Мы видим структуру черной дыры, увеличенной благодаря тому, что черная дыра, как линза из-за искривления лучей, она увеличивается в собственном размере, что помогает измерять параметры черной дыры в случае галактики М87. Благодаря этому дополнительному линзированию тень от черной дыры даже с помощью наземного интерференда мы можем состояние измерять. Это, конечно, вращаясь из черной дыры, это горизонт события, так называемая эргосфера, где как раз вихревое пространство времени. Если вы поместите туда объект, никакими силами вы не остановитесь, потому что здесь вращается пространство времени. Фотон здесь может по спирали тоже крутиться, опять подчеркиваю, это только около черной дыры и можно закруглить, завихрить фотон. Теперь давайте говорить уже о наблюдениях. Теория эволюции звезд предсказывает, что если масса ядра звезды, где протекают термоядерные реакции, очень важно, не все звезды, а только вот той, которая затронута термоядерными реакциями, превышает три массы Солнца, то в конце эволюции звезды образуется черная дыра. Ну, вращение звезды немножко изменяет этот верхний предел, но там 3,1-3,2 массы Солнца. Берут обычно три массы Солнца, стандартный верхний предел для массы нейтронной звезды. Если масса меньше трех масс Солнца, то образуется нейтронная звезда или белый карлик. Почему же вот у нас, когда ядра звезды превышает три массы Солнца, коллапс центральных частей звезды в конце эволюции становятся необратимым? Дело в том, что это связано с тем, что общей теорией относительности источником гравитации в общей теории относительности являются не только массы покоя, энергия покоя вещества, но и энергия движения частиц. Как в тензор энергии импульса гравитационного поля в общей теории относительности входит равноправно масса покоя и утроенное давление. Давление как раз отражает энергию движения частиц. И вот если у нас масса звезды, ядра звезды меньше трех масс Солнца, то при сжатии достигается плотность меньше ядерной, то есть меньше 10-14 грамм в кубическом сантиметре. При плотности меньше ядерной у нас гравитация определяется в основном энергией покоя частиц. А поскольку энергия покоя частиц, она никак не связана с коллапсом, она фиксирована, то возможности удержания звезды от коллапса фиксированы. И поэтому на каком-то интервале плотности, близкой уже к ядерной, начинается из-за того, что энергия фермии электронов сравнима с энергией покоя электронов, начинается обратный бета-процесс, вы все хорошо знаете, электроны вдавливаются в протоны, образуется нейтрон, образуется нейтронная звезда, и давление выразенного нейтронного вещества удерживает звезду от коллапса, образуется устойчивая нейтронная звезда. Вот если масса центрального ядра звезды больше трех масс Солнца, то при сжатии плотность центра возникает уже такая плотность, которая много больше, чем плотность ядерная. А при плотности больше ядерной у нас гравитационное поле определяется уже не энергией покоя вещества, а энергией движения, то есть давлением. И вот как сказал Яков Борис в свое время, очень остроумно, давление в общей теории относительности весит. То есть чем больше сжатия, тем больше естественного давления, которое старается остановить это сжатие. Но увеличение давления приводит к увеличению гравитации. И это увеличение гравитации побеждает в конечной счастье. То есть наличие вот такой зависимости самого гравитационного поля, сжимающегося ядра звезды, от степени сжатия этого ядра, она приводит к тому, что процесс коллапса становится необратимым из-за положительной обратной связи. Чем больше сжатия, тем больше давление, чем больше давление, тем больше сила гравитации и так далее. И вот эта особенность общая теория относительности, у нас как раз из неё исследует тот факт, никакое новое уравнение состояния вещества при плотности уже больше ядерной, когда коллапс происходит, объект с массой больше трех массов, оно же не в состоянии остановить этот коллапс. Коллапс становится релятивистским и абсолютно необратимым. Вот такая вот вещь. Ну и вот, значит, очевидно, что тут двойные звезды в этой системе, в этой задаче очень важны, потому что если релятивистский объект входит в тесную двойную систему, то изучая движение оптической звезды, вот, конечно, спектральными и фотометрическими методами, потому что двойная система на расстоянии килопарсеки видна как точка, можно, используя законы тяготения Ньютона, определить его массой и тем самым отличить чёрную дыру от нейтронной звезды. Многие из вас слушали мой спецкурс «Тесные двойные звёзды», они всё хорошо знают методы определения масс чёрных дыр в двойных системах. И так далее. Ну и вот «Тесные двойные звёзды» очень важны для астрофизики. Но здесь тоже немножко пофилософствую, поскольку у нас такая лекция обзорная. Дело в том, что в 1961 году мой научный руководитель, Дмитрий Акч Мартынов, когда я учился на 4 курсе, дал мне простую тему исследования «Тесных двойных звёзд». Курсовая работа. Я её начал заниматься, и мне понравилось то, что красота самой задачи по движению и взаимодействию звёзд в двойной системе можно определять важнейшие параметры звёзд – массы, радиусы, температуры, причём независимо от расстояния до системы. Двойная система может находиться в другой галактике. Это вот меня прельтило. Мы начали развивать методы анализа наблюдений двойных систем и так далее, усовершенствовали методы определения масс, радиусов и так далее. И мы ни на что, собственно, не рассчитывали. Это была классика, такая кандовая классика, классическая, так сказать, астрономия. Отнюдь не модная. Это были 60-е годы. Но вот в начале 70-х годов появилась рентгеновская астрономия. И оказалось, что в двойных системах встречаются не только нормальные звёзды, но и чёрные дыры, и нейтронные звёзды. И вот здесь как раз роль двойных звёзд резко возросла, и неожиданно для нас совершенно самих, так сказать, те свои двойные системы стали передним фронтом астрофизики. Ну и сейчас они продолжают оставаться таким же фронтом. Это вот, так сказать, поучительно для выбора темы исследований. То есть надо не только на одну, не только на модность проблемы. Это тоже важно, конечно, чтобы проблема была актуальной. Но также и на внутреннюю красоту задачи обращать внимание, потому что иногда бывает, что вот иногда, так сказать, даже такие не очень модные задачи потом становятся очень перспективными. Ну вот, теперь хочется по сокуобзорной лекции рассказать про шесть этапов в исследованиях чёрных дыр. Вопрос о чёрных дырах встал после открытия Ньютоном в 1867 году всемирного закона тяготения. Чего притяжения между двумя телами обратно пропорциональному квадрату расстояния. И уже умные люди, вот Митчелл в 1783 году и Лаплас в 1798 году, независимо друг от друга, они сообразили, что если мы приравняем потенциальную энергию, сферы какой-то, с радиусом R, шваршилья будем называть, и удельную кинетическую энергию, и отсюда получим выражение для радиуса характерного. 2 ЖН делить на V квадрат. Тогда уже скорость света была известна. Рёмер по наблюдениям спутников, запаздыванию сигнала при наблюдении спутников Юпитера, он оценил скорость, причём с неплохой точностью, примерно 300 тысяч километров в секунду. И они подставили сюда вместо Vc и получили размер, например, для Земли получается 9 миллиметров шваршильдовский радиус. То есть если звезду сжать до такого размера, то вторая космическая скорость будет равна нулю, потому что будет равна скорости света. Потому что это как раз выражение для второй космической скорости. Так она считается. И это тело должно быть тёмным. Свет от него не вырывается. Таким образом, идея тёмных тел была высказана ещё совсем в XVIII веке. Для Солнца этот радиус шваршильда 3 километра. Конечно, это всё невращающееся рассматривается. И 40 астрономических единиц для чёрной дыры массой 2 миллиарда солнечных масс. Это уже размеры всей нашей Солнечной системы. То есть от 9 миллиметров до радиуса Солнечной системы. Но, конечно, это выражение некорректно. Вот здесь стоит вопрос. Если мы вместо скорости вещества ставим скорость света, то надо уже использовать не классические формулы для гравитационной потенциальной энергии, а релятивистские формулы. Но парадокс в том, и удивительная совершенно вещь, что если мы абсолютно точно используем релятивистские формулы и так далее, то мы получим то же самое выражение. 2gm делить на С квадрат для радиуса тёмного тела. То есть ошибки в двух формулах, в этой и в этой, скомпенсировали друг друга так, что в итоге получается правильный результат. Бывает и так в науке иногда. Понимаете? Вот. Ну и теперь, значит, дальше уже пошло что? Это была такая умозрительная оценка радиуса тёмного тела, а дальше пошла общая теория относительности. Эйнштейн в 1916 году опубликовал свою выдающуюся работу по общей теории относительности. И Швардшильд буквально полгода спустя после публикации этой работы он получил решение уравнения общей теории относительности для случая строго сферической симметрической задачи. Так, уравнения общей теории относительности очень сложные. Это 10 нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. Но в случае строго сферической симметрии оказывается, можно сравнительно легко получить решение. То есть выражение метрики через параметры так сказать системы и вот в это выражение для метрики входит вот этот радиус шваршильда 2gm делить на c квадрат м это масса объекта c эта скорость света ну и понятие горизонта событий уже было введено потому что пошли работы уиллера новиков только до торн зельдович и так далее это вот до 63 года это вот теория черных дыр начала развиваться как физических объектов кстати игорь дмитриевич новиков впервые он учеником базе льдовича был фу зельманова обравлены и и он в 1064 году в астрономическом журнале опубликовал работу что можно продлить метрику шваршильдовскую внутрь черной дыры под горизонт событий для этого надо просто заменить временную координату на пространственную и тогда метрика продлевается внутрь черной дыры то есть новиков впервые так сказать воспринял черную дыру как реальный физический объект со своей внутренностью такую это внутренность она имеет очень необычные свойства вот там на самом все процессы эволюционные потому что там время основная координата а уже пространство координат это вторично вот и таким образом было дано строго научное определение черной дыры и вот горизонт событий черной дыры на котором время останавливается он равен шваршильдовскому радиусу для не вращаясь черной дыры и меньше шваршильдовской для вращающих черной дыры для предельно вращающих черной дыры радиус горизонта события равен же м делить на c квадрат поэтому вот есть два таких понятий шваршильдовский радиус это 2ж м делить на c квадрат и гравитационный радиус gm делить на c квадрат но до последнего времени иногда и шваршильдовской радиус тоже наживали называли гравитационным радиусом поэтому не удивляйтесь это если где-то увидеть вот разницу в два раза значит гравитационный радиус в смысле вот вращаюсь из черной дыры это уже как бы горизонт событий для радиус горизонт событий для предельно вращающейся кировской черной дыры а здесь радиус того же горизонт событий для не вращаюсь в черной дыры если так смотреть вот такое различие давайте дальше пойдем наконец уже там была теория черных дыр а здесь уже пошли наблюдения наблюдательные исследования 64-73 год это теория окреции вещества на релятивистские объекты его черные дыры стали рассматриваться уже не просто как вот объекты со своей структурой после работы ноику но уже и как объекты которые надо пытаться наблюдать каким-то наблюдательным проявлением ну и была развита теория диска акреции на черные дыры так сказать которая позволила понять природу рентгеновских источников которые были открыты буквально полгода спустя после публикации вот этой работы по теории акреции со спутника ухуру спутник ухуру обнаружил сотни компактных рентгеновских источников большинство из которых вот благодаря этой теории акреции удалось по спектру по переменности от отождествить с аккрецирующими нейтронными звездами и черными дырами так что вот родилась релятивистская астрофизика которая искать не только теории занимается но и конкретными наблюдениями уже наблюдениями черных дыр ну тут от были сформулированы теоремы пенроуза как раз поскольку была присуждена нобелевская премия 2020 году то я хочу показать диаграмму пенроуза который описывает в двумерном приближении пространстве здесь вот эта плоскость коллапс звезды вот это вот поверхность звезды двумерном приближении доте вплоть до образования черной дыры что происходит звезда коллапсируя уменьшает свой радиус и еще задолго до того когда ара внешний радиус звезды пересекается ее горизонт событию уже вот это черный у нас в центре появляется сингулярность из появляется так называемый ловушечная поверхность вот это ловушечная поверхность она является аналогом горизонта события но для внутренней черной дыры а потом уже когда те поверхность звезды коснется гравитационного радиуса у нас наши формируется основная черная дыра и здесь в центре показано сингулярность почему так дело в том что плотность вещества в звезде очень неоднородно она сильно концентрируется в центре и поэтому условия для формирования плотности больше ядерные они возникают сначала в самом центре и в самом центре образуется вот эта самая ловушечная поверхность из которой уже лучи света не могут выйти но внешняя часть она еще имеет недостаточной плотности там гравитации не имеет положительной обратной связи вот и таким образом вот нетривиальным образом у нас формируется горизонт событий черной дыры вот за эти работы значит значит он был удостоен нобелевской премии за предсказание сингулярность самое главное он доказал что сингулярность должна быть неизбежной раньше считали вот тот в том числе и эйнштейн которые не верят в существование черных дыр до конца своей жизни вот они считали считалось что черная дыра появляется в результате строго сферической симметрии коллапс когда мы точно 7000 реальные тела вращаются если есть какое-то вращение то обязательно на каком-то очень маленьким радиусе у вас начнется завихрение вращение и сингулярность не образуется но вот как раз пенроуз доказал именно с помощью топологических теорий доказал очень мощным методом и какие-то там приближенные вычисления вот доказал что если у вас коллапс начинается то он становится во первых необратимым во вторых обязательно должна сформироваться сингулярность даже в случае вращения случае вращающейся керовской черной дыры сингулярность имеет вид кольца но на этом кольце все равно плотность 1094 грамм кубическом сантиметр кстати если масса черной дыры вращающейся очень велика то можно через это кольцо путешествовать не будучи разорванным приливными силами и выходить в зеркальную мир например там и так далее тут масса фантазий всяких вот то есть метрик пространства времени вращаются черной дыры до сих пор окон до конца не понято только шваршильдовская метрика более-менее изучена обращаюсь и там очень все нетривиально но вот во всяком случае кольцевая сингулярность позволяет так вот ну по-дилетантски судить что в принципе через ее можно сигануть и не погибнуть вот так что вот значит начать на теоретическом уровне вот это работать на чудо стоянный нобелевской премии ну и дальше продолжалась уже эра рентгеновской астрономии уже пошел вот этот спутник ухуру на языке африканском это свобода называется вот рикардо джиакони руководитель этого эксперимента в дальнейшем руководитель space space телескопа на таскать он получил нобелевскую премию 2002 году за рентгеновские исследований пошли оптические исследования почему то чтобы определить массу черной дыры надо же отождествить эту систему с оптической звездой показать что звезда физически связан с этой звездой тогда изучая эту звезду спектральными фото метрическими методами можно с помощью законов ньютона определить массу черной дыры ну и вот у нас в гаишу тут как раз здесь благоприятные условия у нас есть общий каталог переменных звезд наши учителя начиная с 1890 года начали фотографирование всего северного полушария неба и в каждой область неба отснято от 20 до 2000 раз поэтому если у вас есть какой-то error box в рентгеновской источник вы можете посмотреть фотографии этой области и открыть переменной звездочки есть ары период переменности оптической звезды совпадает с рентгеновским периодом то это вот отождествление проблема очень сложная потому что внутри error box а вот это спутника ухуру тогда error box до порядка квадратного градуса там находятся сотни многие сотни звезд и вот изучаю эту сотню звезд вы можно выбрать одну звездочку которая физически связана вот такими вещами мы николай фильм курочкин занимались и так далее были отождествлены многие многие десятки рентгеновских двойных систем были развиты методы определения масс звезд черных двойных системах и оценены массы в нами наши нашими группами гаишевскими и конечно во всем мире несколько десятков мощных групп работала которые вот сейчас я потом расскажу о результатах работы в области рентгеновской астрономии ну дальше пошло за начиная с 1900 примерно 95 97 годов пошло массовое открытие сверхмассивных черных дыр двойных системах значит с чем это было связано это было связано с повышением качества телескопов и применением методов высокого углового разрешения то есть с развитием технологий вот уже в конце двадцатого века технологии были очень развиты появились телескопы с гибкими зеркалами с так называемой активной оптикой да с адаптивной оптикой она у меня в партии зайди ко мне в 73 и вы нет извините вот и значит вот из-за повышения уровня технологий наблюдения астрономически удавалось смотреть в центре галактик с высоким угловым разрешением обычно разрешение порядка угловой секунды а здесь угловое разрешение достигалось десятых и даже сотых долей секунды вот на таком уровне разрешения оказалось возможным измерять движение либо газовых дисков вблизи центрального объекта компактного либо отдельных звезд либо комбинации звезд целого поля звезд смотреть как дисперсия скоростей нарастает к центру и оказалось что практически в центре каждой галактики имеется сверхмассивный компактный объект скорее всего черная дыра в том числе значит в центре нашей галактики вы все хорошо знаете имеется черная дыра масса четыре и три десятых миллиона солнечных масс вот ну вот это это сказать здесь вот этот наш метод с виктором михайловичем лютым тоже очень эффективно проработал потому что если мы отдельные тела мере на так называемый метод разрешенной кинематики для этого надо чтобы близко галактика была а когда галактика далеко то даже современные технологии повышения углового разрешения не позволяют различить отдельные детали в центре но если галактика активная то есть у нее наблюдается спектр и мощные эмиссионные линии которые излучаются газовыми облаками которые двигаться вокруг черной дыры то если мы померяем ширину эмиссионных линий это доплерская ширина за счет движения газовых облаков то есть мы знаем характерную скорость газовых облаков а если потом мы таскать еще за замер посмотрим как у меня интенсивность линии запаздывает относительно переменности континуума то мы измеряем время пролета от центра объекта к газовым облакам то есть это позволяет оценить значит и скорость и расстояние между облаками излучающими в линиях и центральным объектом и а то для того чтобы определить массу центрального объекта с помощью закона тяготения ньютона надо знать именно скорость и расстояние пробных тел масса пробных тел не входит из-за наличия самое из-за принципа эквивалентность нас инертная масса равна тяготеющий вот и значит тут если оба таким методом разрешенной кинематики измерять массы можно у ближайших галактик это десятки галактик то методом вот так сказать таким удалось измерить массы тысяч многих тысяч галактик так что здесь не надо высокого углового разрешения ну вот ну вот была получена нобелевская премия в 2020 году я уже говорил об этом но наконец новая эра наступила в 2015 году эра гравитационно-волновой астрономии вот да да работ герцштейна и пустовой то это ученики академика гинсбурга гравитационные волны ловил дэвис 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 до американский ученый он использовал твердотельную гравитационно-волновую антенну и он ее строил так чтобы не трон слияние нейтронных звезд мерить это килогерц и при слиянии двух нейтронных звезд от частота сигнала гравитационного килогерц и вот он настраивал свою гравитационную антенну на килогерцовый диапазон и вообще говоря мы чуть твердотельная антенна на резонансная она только может вот одну частоту регистрирует а оказалось как показали наблюдение что сначала это были открыты сливающиеся черные дыры для которых частота слияния составляет всего на все десятка герц и вот эти вот гравит твердотельные антенны даже если бы дэвис продолжал работать на твердотельные он бы не смог открыть гравитационные волны слияния черных дыр а вот герцштейн пустовой еще вот в 1962 году так сказать когда только начинал дэвис своей работы с твердотельными антеннами они написали статью по рекомендации гизнбурга что надо использовать не твердотельную антенну а надо использовать лазерный интерферометр 2 разнесенных на большое расстояние зеркало и смотреть как гравитационная волна их смещает смотрите интерферационную картину у этого интерферометра очень широкая полоса пропускания он может верить и десятые доли герц и десятки герц и килогерц и и вот это как раз и позволило быстро обнаружить слияние черных дыр двойных системах с помощью вот этой лазерной гравитационной волновой антенны ну конечно очень большой вклад внес физический факультет мгу вот владимир борисович брагинский который всю жизнь посвятил вот так сказать разработки методов гравитационно-волновых антенн лазерных и по уменьшению всяких там шумов его группа очень большой вклад внесла еще хазанов здесь я забыл указать это сотрудник академик тоже этот брагинский член кор а хазанов академик вот он работал в институте прикладной физики в нижнем новгороде вот ну и в конце концов вот после открытия всплеска гравитационных волна слияния черных дыр двойных системах отпали все сомнения в реальность и существование черных дыр во вселенной и появилась многоканальная астрономия кторм вайс и дривер а получили создатели гравитационной волновой антенны лайга они получили нобелевскую премию в 2017 году заметим открыты были волны в 2015 а нобелевская премия была присуждена в 2015 два года спустя уникальный случай обычно нобелевские премии присуждаются спустя 20-40 лет после работы в данном случае все так сказать вот так получилось вот ну и конечно родилась многоканальная астрономия потому что вот развитие гравитационной волновой астрономии она как бы окончательно завершила создание многоканальной астрономии потому что если еще астрономии нейтрильной астрономии под гравитационно-волновая электромагнитная стояли странами электромагнитных волн и к астрономии космических лучей которые тоже несут нам информацию об объект поэтому вот так сказать ну вот наша группа она написала книгу на на тему многоканальной астрономии который как сейчас выясняется она опубликована в 2019 году сейчас вот спустя три года выясняется что это была первая книга по многоканальной астрономии в мире вот мы тогда быстро сообразили как только нобелевская премия была получена я был инициатором этого дела 26 автор написали вот такую книжку в библиотеке она есть если вам будет интересно купить и там интересные вещи сейчас все про нейтрильной астрономии про гравитационной волновую вы это вы знаете оптической астрономии хорошо вот и космические лучи там очень интересные данные а вторая половина книги это современные достижения в области астрономии основаны на многоканальности тоже интересно вот ну и вот таким образом мы дошли уже до торжества триумфа черных дыр это 2019 2020 годы когда появилась между межконтинентальная радиоинтертирометрия со сверхвысоким угловым разрешением порядка 10 минус 5 секунды дуги было за несколько лет до этой даты сформированы программы event horizon телескоп вот и было в конце концов построено изображение ближайших окрестностей сверхостивной черной дыры в ядре галактиям 87 с темной тенью в центре да еще одно окончательное помимо гравитационной волновой странам еще одно окончательно доказательство существование черных дыр во вселенной я не представляю что делали бы виктором азат чем борцомян и анатолий алексеевич лагунов живя вот в это время отпускать когда я делал меня антолий сеич приглашал несколько раз к себе на семинар в протвино на доклады я ему рассказывал про черные дыры я наблюдатель поэтому и мне это собственно и он все равно придержался а вот все равно это не до конца доказано на самом деле это не черный мир это что-то другое ну вот сейчас бы я думаю что он так сказать признаться что вот ну а теперь давайте быстро пробежимся по основным результатам по черным дырам значит во сколько мы должны кончить 5 у меня еще полно полно времени так что от половины как раз материал изложил сейчас будет спокойно уже основные результаты ну и так как поговорим о массах звездных черных дыр двойных системах как все это определяется я вам рассказывал имеется рентгеновская двойная система здесь черная дыра на месте и раньше была звезда она преврационировала сбросила оболочку взорвалась как сверхновая до взрыва была звезда вольфрое так называемая с мощно гелий в остаток внутренней пассивной звезды с мощным ветром она взорвалась образовал черную дыру потом через какое-то количество миллионов лет вот это спутник эта звезда а если это мало массивная звезда то через миллиарды лет если массивная звезда типа лебеди x1 то есть это через миллионы лет эта звезда заполняет свою полость роша образуется газовая струя она не под не по линии центра течет потому что сила кориолиса образуется коррекционный диск в общем случае эллиптический все это вот наше моделирование в нашей группе и вот здесь формируется рентгеновское излучение из-за огромных скоростей и таким образом вот я уж еще раз повторю что изучает движение взаимодействие компонент в рентгеновской двойной системы именно спектральные фотометрические то что мы не видим отдельный компонент можно используя закон тяготения ньютона определить массы черных причем применение закона тяготения ньютона вполне оправданно так как размер орбиты двойной системы в миллионы раз больше размер шваршильдерского радиуса для черной дыры ну и вот и основной результат два результата по покажу по звездным черным дыр за полученный за полвека исследования мы начали это все работать в 1970 году вот и значит вот у нас значит массы релятивистских объектов это просто номер объекта а это вот количество а нет это масса объекта 1 2 массы солнцем 5 массу а это количество в этом интервале искать объект вот это высокий пик он с разрывом потому что от нейтронные звезды сейчас уже массу около 100 нейтронных звезд измерены поэтому здесь вот я не все показываю а это вот черные дыры массу черный что удивляет во первых вот это вот у нас массивные тесные двойные системы то есть двойные системы с массивными оптическими звездами типа лебеди x1 здесь разброс по массам черный дыр огромный а в мало массивные двойных системах то есть у которых донором является звезда малой массы меньше одной массы солнца у нас черные дыры формируется вблизи центрального значения около восьми солнечных масс это первое так интересный результат но самый главный самый интересный результат то что число черных дыр не возрастает с уменьшением массы черной дыры она так сказать вот в среднем вот держится по квази постоянным и вот есть даже область между двумя и четырьмя массами солнца где нет ни нейтронных звезд не черный дыр до сих пор эта загадка которая пока не разгадана видимо связано с какими-то особенностями внутреннее строение на поздних стадиях эволюции звезды вот если с особенностями самого коллапса который формирует релятивистский объект вот дело в том что к число звезд в галактике то есть число наличных звезд она убывает с уменьшением массы звезды как м степени минус 5 тем звезда образовать звездообразование по салпитеру убывает как м степени минус 2 и 35 но если еще учесть что время жизни звезды обратно персонами квадрату масс только на личное количество звезд галактики это м степени минус 5 и если бы этот закон если бы у нас каждая звезда давала черную дыру ну с каким-то конечно коэффициентом потому что только наиболее массивно звезды дают черный дыр но для их от для них этот закон тоже годится вот поэтому если волна была пропорциональность между числом звезд галактики числом черных д то мы бы должны вот такую крутую зависимость иметь вот и например здесь вот если масса меняется в два раза то 2 в пятой степени это 16 то есть вот уже на уровне дать 5 солнечных масс и 9 солнечных масс вот в область 5 солнечных масс у нас число черных дыр в 16 раз больше чем в области 8 солнце то есть было бы очень крутая зависимость ее нет с чем это связано вот никто тоже точно не знаю эта проблема скорее всего масса окончательного релятивистского объекта который формируется при коллапсе ядра звезды она не совсем однозначно связана с массой самого ядра звезды есть разные процессы вращения ядра магнитное поле а самое главное неустойчивости при коллапсе коллапс происходит очень нетривиально и там могут возникать неустойчивость которые могут приводить к сбросу там так далее очень то есть процесс коллапса очень нетривиальный с образованием цвета поэтому прямой корреляции между массой даже не только самой звезды на ядра звезды и массы черной дыры вообще говоря не наблюдается вот это очень важно еще один очень важный результат по звездным черным дырам пол который получен в эпоху рентгеновской астрономии он вот отражен на этой картинке здесь у нас просто номер объекта а здесь верхний предел на массу нейтронной звезды которые предсказываются общей теории относитесь три массы солнца это вот нейтронные звезды в паре не сосне то обязательно звезды рентгеновский эд это радиопульса лег паре с нейтронными звезд это радиопульсар в паре с белыми карликами это радиопульсар двойных системах а это пульсары в паре с невыгрыз 64 компонентами и вот это все объекты которого который показывает признаки наблюдаемую поверхность либо радиопульсар либо рентгеновской пульсар или рентгеновской пустой 11 серigns бассdag 1 типа всё это признаки явной поверхностью объекта и так далее так вот сейчас уже измерена масса около сотни от таких объектов и ни один из них обладая признаком наблюдательной поверхности не имеет массу не превышающую каждый из этих объектов имеет массу не превышающую три масса солнца для 100 объекта полном согласии с предсказанием общей теории относиться но есть вот три десятка кандидатов черной дыры за полвека исследований нам удалось измерить массы трех десятков черных дыр вот ни один из них поскольку их масса больше трех масон не один из них не обладает признаками наблюдаемый поверхность вот это очень красивый результат вот полвека исследуем рентгеновском диапазоне так что по мере накопления сведения о массах нейтронных звезд и черных дыр двойных системах постепенно выявляется такой вот замечательный результат который можно рассматривать как косвенное свидетельство существованием отсутствие наблюдаемой поверхности в звездных черных дыр то есть наличие горизонта событий нейтронные звезды и черный дыр различать не только по массам но и по наблюдательным проявлением в полном соответствии с предсказаниями общей теории относитесь к сожалению это не может служить в качестве окончательного доказательства существования черных вверх потому что существует полно нейтронных звезд которые тоже не показывают признаков наблюдательной поверхности например там у нейтронной звезды дипольный дипольный магнитное поле его ось совпадает с осью вращения то вы не увидите пульсацию рентгеновское излучение и тогда можно массивные трудно звезду спутаться черной дырой поэтому вот это очень красивый результат он очень мощный он действительно как говорил виктор виталий лавич гинсбург вот современные данные вот расториям современные данные по наблюдать по наблюдению черных дыр укрепляют нашу уверенность в реальном существовании черные рога себе вот это действительно укрепляет но окончательного доказательства по конец и конечно окончательные доказательства пришли же с гравитационно-волновой астрономии и с астрономией сверхвысокого углового разрешения. Теперь поговорим о массах сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Я уже говорил, что в ядре каждой галактики имеется сверхмассивная черная дыра. Кроме того, часто со сверхмассивной черной дырой наблюдается компактное скопление звезд, звездное скопление. Иногда они существуют вместе, иногда раздельно. И масса, я уже говорил, что сверхмассивных черных дыр массы определяется по движению пробных тел, либо звезд, либо газовых облаков, либо газовых дисков. И вот таким образом, зная скорость пробного тела, расстояние до черной дыры, это коэффициент, который учитывает возможную эллиптичность орбиты. Вот по этой формуле считается масса черной дыры. Но, например, в эллиптических галактиках, там вращения вообще говоря практически нет, потому что там огромная дисперсия скоростей. Галактика состоит из старых звезд, и вся энергия физического движения звезд сосредоточена не в регулярном вращении, а в хаотических движениях по сильной эллиптическим орбитам. Поэтому там применяется метод звездной динамики. Рассматривается возрастание дисперсии скоростей при приближении к центру галактики. По крутизне этого возрастания, используя уравнение звездной динамики, можно судить о массе центральной черной дыры. Это метод для близких объектов. Вот, например, пока что центр галактики нашей. Вот есть такая звезда С-2, за которой два американских ученых Генцель и Геза получили Нобелевскую премию вместе с Пенроузом. Вот это орбита звезды С-2, она уже хорошо измерена. У других звезд просто отрезки орбиты измерены, но здесь уже вычислены орбиты, они приведены. Примерно три десятка звезд. Знаю размеры, угловые размеры и расстояние до центра галактики, можно определить линейные размеры орбиты. Период известен. Зная период и линейные размеры, по третьему закону Кеплера считается сумма масс. Масса звезды, которая движется, и масса центральной черной дыры. Но поскольку масса звезды это просто по светимости можно оценить, она порядка нескольких масс Солнца, то получаем с огромной надежностью и точностью массу центральной сверхмассивной черной дыры, за что и была получена соответствующая Нобелевская премия. А потом вот этот метод эхокартирования, о котором я говорил, когда V и R оцениваются опосредованно, он для большинства уже далеких галактик применим, для тысяч галактик, не для десятков, а для тысяч. И вот таким образом большой успех. Появилась новая наука – демография черных дыр. Потому что намерены массы уже большого количества черных дыр. Демография, которая изучает рождение черных дыр, их рост, из-за окреции, и связь черных дыр с классическими объектами Вселенной, звездами, галактиками, скоплением на галактиках. Ну, конечно, кроме того, что массы, надо знать и радиусы черных дыр. Потому что звезда, например, может иметь массу 30 масс Солнца, но у нее радиус миллионы километров, не черная дыра. А надо бы доказать, что у вас при массе 30 масс Солнца объект имеет размер порядка нескольких километров. Ну, конечно, напрямую увидеть это невозможно. Только косвенное, например, по радиусу звездных и сверхмассивных черных дыр меряется по быстрой переменности рентгеновского излучения. На характерных временах для звездных черных дыр 10 минус 3 секунды и примерно около 1 часа для сверхмассивных черных дыр. Вот отсюда просто по ЦТ определяется оценка верхней границы для радиуса, так сказать, излучающего, так сказать, объекта, излучающего в оптике. Получается вот меньше 10 шваршильдовских радиусов. Так что вот это все тоже очень надежно. Ну, вот демография черных дыр. Сейчас измерены массы тысяч сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. И уже получены надежные корреляции между параметрами черной дыры и параметрами галактики. Вот масса черной дыры пропорциональна с хорошей точностью дисперсии скоростей в сфероидальной компоненте галактики. Значит, вот наша галактика имеет балдж, это сфероидальная компонента, это старые звезды с большой дисперсией скоростей с возрастом миллиарды лет. И есть спиральная часть, плоская часть галактики, которая состоит из молодых звезд, возраст их порядка десятков сотен миллионов лет. Так вот, корреляции только со старым звездным населением. И вот это дисперсии, причем для черных дыр у нас показатель степени большой, то есть крутой зайк, крутая заместимость, а для центральных звездных скоплений, которые тоже наблюдаются в центре, у нас показатель степени другой, значимое различие, поэтому механизмы образования центральной черной дыры и центрального звездного скопления, они разные. Отсюда можно сделать такой вывод. Ну, теперь, значит, есть корреляция очень надежная уже по наблюдению на Hubble Space Telescope, то есть выбраны самые надежные измерения. Вот методом разрешенной кинематики уже тщательно промерены движения отдельных дисков или звезд вблизи сверхмассивной черной дыры. Примерно семь десятков уже черных дыр измерен с помощью метода разрешенной кинематики с применением в основном космического телескопа Хаббла с очень хорошим разрешением. Вот по этим данным получается такая зависимость массы черной дыры в долях миллиард масс Солнца. Она пропорциональна массе балджа в степени 1,17, то есть почти линейная зависимость. И когда у нас масса балджа 10,11 масс Солнца, это вот как раз балдж нашей галактики, он такую же массу имеет, типичная галактика, то масса черной дыры составляет полпроцента от массы балджа. То есть при образовании галактики центральная часть, она коллапсировала, и полпроцента сколлапсировала в черную дыру. А остальные там 99,5% дали скопления частично, а в основном дали звезды при сжатии, у нас газ фрагментировал, фрагмировались звезды первого, третьего поколения, которые в самой ранней эпохе образовали Вселенную. И так далее. Вот такая вот интересная наука уже. Ну а это вот окончательная орбита звезды С2 вблизи сверхпассивной черной дыры в центре нашей галактики, которые построили Генцель и Геза. За это получили Нобелевскую премию. Здесь у нас используется уже Gravity Collaboration группа. Это на VLT, это 4 8-метровых телескопа. Значит, есть интерферометр, который в ближнем ИК-диапазоне работает. И у него угловое разрешение, ну поскольку база очень большая, у него разрешение лучше 10-3 секунды. И вот первые измерения были сделаны с помощью активной оптики с разрешением порядка 10-1, 10-2 секунды. А здесь 10-3 секунды. И поэтому очень хорошо прописано уже два орбитальных периода вот этой звезды С2 около центральной массивной черной дыры. И померена масса черной дыры 4,3, плюс-минус 0,3, на 10,6 массы Солнца в год. То есть точность лучше 10%. Самое интересное, что поскольку уже два периода пронаблюдали, то можно наблюдать релятивистскую прецессию смещения периастера орбиты. Помните, когда мы с вами тесные двойные звезды изучали, то там, значит, при определении концентрации вещества в теле звезды мы учитывали релятивистский член, который приводит к тому, что большая полость орбиты смещается в направлении орбитального движения со скоростью, которая зависит от суммы масс-компонент и от эксцентриситета орбиты. Вот эта релятивистская прецессия измерена, она точно согласуется с общей теорией относительности. Это нетривиально, потому что здесь предполагается, ведь у нас в галактике полно темной материи. И темная материя, если это слабо взаимодействующие частицы, нерелятивистские, то она вполне может концентрироваться к центру галактики. И вблизи черной дыры может быть облако из темной материи, которое должно давать значительную добавку к массе. А самое главное, что это протяженный объект. Вот при движении звезды в протяженном объекте должна наблюдаться так называемая ньютоновская прецессия, которая направлена в противоположную сторону по сравнению с релятивистской прецессией. То есть качественно другой эффект. И оказалось, что все-таки все нормально, что никакой здесь, к сожалению, темной материи не найдено. Но может быть, когда будет измерен уже не один поворот, не два поворота, а десяток поворотов, тогда по очень тонким эффектам удастся оценить долю темной материи, которая концентрируется вблизи черной дыры. Тут открываются колоссальные возможности. Это такая удачная лаборатория, которая представлена нам природой. Но теперь гравитационные волновые и двойные системы, конечно. Вот это гравитационный волновой интерферометр Лайга, два плеча по 4 километра, две трубы с большим вакуумом, с огромным вакуумом. В каждой трубе два зеркала. Гравитационная волна приходит, она, так сказать, приводит к колебанию зеркал, и эти колебания на интерферометр сказываются, на картине интерференционных колец, ее измеряют с огромной точностью. И с точностью лучше, по-моему, 10 минус 10 минус 10 размера атомного ядра измеряются смещение этих зеркал. Принимается огромное усилие по ликвидации всяких источников шумов, включая и сейсмику, поэтому и надо два плеча. Более того, не только два плеча, но еще вторая обсерватория, Лайга-1 и Лайга-2. Размечены они в расстоянии 3000 километров. И только по совпадению выделяют сигналы, которые не связаны сейсмика, связаны с этим, с конкретными процессами, которые из космоса приходят. Ну и, конечно, в 2015 году в сентябре был зарегистрирован вот этот сигнал. Это одна гравитационная волновая антенна Лайга-1. Это в штате Вашингтон, Хэнфорд. А это в штате Луизиана, Ливингстон. 3000 километров между ними расстояние. Видите, какие похожие сигналы. Есть, конечно, задержка на 7 миллисекунд, потому что из-за конечность скорости в штате гравитационного сигнала, из-за ориентации гравитационных волновых антенн, сигнал приходит сначала на одну антенну, потом регистрируется другой антенной. Но форма, несмотря на задержку, если ее учесть, то форма очень хорошо совпадает. Но по этой задержке можно как раз судить о координатах, откуда пришел этот гравитационно-волновой сигнал. Была построена область, много десятков квадратных градусов, по которой ползали оптические телескопы, чтобы найти вспышку оптическую, которая связана с этой черной дырой. Но, к сожалению, ничего не нашли, потому что черные дыры. А вот когда было слияние нейтронных звезд, то такая вспышка была найдена, она была измерена, и была доказана, что скорость распространения гравитационных волн с точки 10-15 совпадает со скоростью света. Это очень важный результат, который дает ограничения на теорию тяготения. Альтернативная теория тяготения. Это сигналы тоже в двух каналах, но уже для менее массивной звезды. Сплошная линия это результат обработки теоретически. Вот видите, тут есть не монотонность такая. Это может быть связано с прецессией оси вращения вращающейся черной дыры. Для нас в Тиринг прецессии так называемая. То есть здесь богатство колоссальное. В этих случаях общая теория отношений с Эйнштейном, поскольку точек очень много, она проверяется в динамике и очень сильная проверка. И вот несмотря на уже сейчас порядка сотни таких вот процессов слияния обнаружены, в трех сетах было уже три сета наблюдений, никаких противоречий с общей теорией относений с Эйнштейном нет. Ну и тут есть очень важная возможность. Вот это так называемое сейчас вот следующий слайд я покажу. Ну это здесь надо отметить, что вот наши коллеги предсказали, что обсерватория Лайга будет первыми зарегистрировать сигналы слияния не нейтронных звезд, а черных дыр. Хотя нейтронных звезд гораздо больше. Просто энерговыделения от черных дыр гораздо больше. Поэтому вероятность обнаружить их больше. вот и сейчас конечно много десятков гравиационно-волновых двойных систем. Вот такие массы компонент. Уже открыты массы 80-60 масс Суммарная масса около 140 масс Суммарная отдельная большая наука. Ну и параметры. Это первые открытые четыре гравиационно-волновых явления. Это масса первичных человек. Это самое первое, которое было открыть. В результате решения уравнения общей теории относительности находятся вот эти все параметры и по критерию хи квадрат теоретическая кривая блеска великолепно описывает наблюдаемую кривую блеск. А тут есть еще возможность. Если бы этот процесс так называемый стадия риткдаун Это стадия затухания. вот здесь у нас образовался уже общий горизонт событий от слияния двух черных дыр и он дрожит и дрожит и затухает по экспоненте. Вот по скорости этого сдухания можно показать экспериментально что затухает и дрожит именно горизонт событий а не скажем поверхность нейтронной звезды. То есть наблюдая вот этот процесс когда точность измерения будет больше сейчас пока все немножечко на пределе то можно вот когда будет гравитационная волновая антенна ЛИЗа это космический уже эксперимент тогда можно будет наблюдая стадию рингдауна стадию затухания можно будет получить физическое доказательство того что у нас у черной дыры есть горизонт событий потому что форма этого сигнала рингдаун она связана именно со спецификой горизонта событий любые другие компактные объекты дают другое дрожание а вот это дрожание объединенного горизонта событий от слияния двух черных дыр оно очень специфично поэтому есть надежда не только косменными методами доказать наличие горизонта событий но напрямую получить такое доказательство вот ну и значит все это очень интересно ну и конечно интересно посмотреть параметры вот таких систем вот самая первая открытая система это 36 и 29 масс солнца ну черп масса это аналог функции масс комбинации масс она сразу определяется по периоду и по производной от периода вот суммарная масса черных дыр 65 масс окончательная масса черной дыры после слияния 62 масса 3 масса солнца излучилась в виде энергии гравитационных волн пиковая 366 эрго в секунду это в 100 раз больше чем сведем из всех оптических объектов в нашей вселенной ну вот она везде держится примерно одинаково слабая зависимость от конкретных масс компонент красные смещения это уже значительное расстояние мегапарсеки сотни мегапарсек то есть при вычислении вот этих характеристик надо уже использовать космологические эффекты вот ну и давайте посмотрим вот эту картинку это как раз различные типы двойных звезд там мы видели только гравитационные волновые двойные системы системы из двух черных дыр а здесь для сравнения я привел три типа двойных систем это гравитационные волновые двойные системы две двойные черные дыры вот они имеют такие массы вот можно посчитать их так сказать производители оптические звезды вот из которых они родились эти две черные дыры а вот уже массивные рентгенские двойные системы с черными дырами о которых мы с вами уже рассуждали лебедь x1 ремц x1 и так далее здесь ужасно мы что имеем черную дыру вот она черная дыра 14 10 15 и оптическая звезда которая является именно оптической звездой аначе не сколлапсировал надо подождать несколько миллионов лет прежде чем эта звезда сколлапсирует и тогда образуется вот такая пара черная дыра а наконец классические двойные системы в которых нет черных дыр но которые могут быть производителями таких двойных черных дыр оказывается они наблюдаются вот есть система из звезд вольфрайе 83 плюс 82 масс солнца 116 89 как раз из таких массивных двойных систем образуется классические образуются гравитационные волновые двойные системы вот и поэтому давайте с вами рассмотрим один из возможных сценариев образования двойных черных дыр с учетом обмена масс в двойных системах мы с вами это все проходили в лекции я очень кратко пробегусь вот имеем начальную пару звезд с массой 94 и 56 масс солнца они главной последовательности лежат внутри своих полосей рож более массивная звезда важно что расстояние начальное мы берем достаточно большим 180 радиуса солнца а это вот время эволюции миллионы лет миллионы лет видите каждой стадии вот звезда через несколько миллионов лет расширяется за счет ядерной эволюции это массивная звезда видишь 5 94 масс заполняет полосы рож перетекает на второй компонент происходит перемена реле компонент и так сказать мы имеем звезду вольфра меньшие массы и звезду обычную которая поглотила вступившим на нее вещество звезда вольфрея гелевая время ее ядерной эволюции на порядок меньше чем водородная поэтому она взравится первой как сверхновой образуется черная дыра а это еще звезда главной последовательности потому что она водородная у нее время ядерной эволюции на порядок больше чем у звезды вольфрея дальше у нас эта звезда наконец начинает расширяться из-за ядерной эволюции заполняет свою полость роша и начинается перетекание через точку лагранжи но из-за того что большая разница в массах в отличие от этого здесь у нас масса не сильно особенно различаются а здесь у нас большая разница в массах в два раза образуется общая оболочка в этой общей оболочке система теряет угловой момент слива и уменьшает размеры орбиты вот здесь было видите 260 радиус она стала 18 и вот уже окончательной массы образуется звезда вольфрея в паре с черной дырой объект типа лебедя x3 черная звезда вольфрея взрывается и образуется две черных дыры и они крутятся 4,3 миллиарда лет теряя свою энергию угловой момент за счет излучения гравитационных волн вот эта вся стадия эволюции это порядка 10 миллионов лет а вот эта стадия переход от двойной черной дыры к слиянию к образованию гравитационно-волнового всплеска это 4,3 миллиарда лет после этого сливаются отмечу что если бы мы взяли размер орбиты больше то у нас разделение между компонентами в конце эволюции было бы больше 50 радиусов солнца в этом случае даже за время ядерной эволюции то есть за 13,8 миллионов лет эти звезды не смогли бы не успели бы слиться и гравитационный волновой сигнал бы не сформировался то есть надо обязательно чтобы все образовалась достаточно тесная пара черных дыр чтобы за время ядерной эволюции вот этот процесс потери углового момента и энергии за счет излучения гравитационных вол сработал до конца и тогда образуется уже гравитационно-волновой спресс вот такая особенность но не только обмен масс двойных системах есть образование двойных систем через тройные системы скопления там много разных механизмов образования пар черных дыр ну и наконец последнее наиболее впечатляющее у меня еще осталось 15 минут это конечно извините я без перерыва я заранее не предупредил так что не обижайтесь вы мне сказали я бы сделал перерыв поскольку вы не сказали значит можно без перерыва итак изображение тени черной дыры в галактике м87 ну вот этот самый event horizon телескоп значит и ht это 8 радиотелескопов работающих на коротких волнах 1,2 1,3 миллиметра и разнесенных на расстоянии порядка диаметра земного шара 12000 километров реально это 10000 километров вот на длине волны лянда 1,3 миллиметра угловое разрешение интерферометра составляет 2,3 на 10 минус пятой секунды дуги а на длине волны 0,9 миллиметров это полтора на 10 минус пятой секунды дуги очень важно что надо что это короткие волны потому что только на коротких волнах можно пробиться непосредственно к горизонту событий сверхмассивной черной дыры потому что вблизи черной дыры есть аккреционный диск масса вещества и вот плазма этого вещества она не пропускает длинные волны на длинных волнах вы увидите только фотосферу этой самой черной дыры и только на коротких волнах короче двух миллиметров у вас уже излучение от горизонта пробивается наружу поэтому то что короткие волны помогают вдвойне вдвойне с одной стороны угловое разрешение выше дыр и вот для сверхмассивной черной дыры в центре галактики м87 это значит объект на расстоянии примерно 1,8 на 10,4 килопарсек и масса черной дыры 6,6 на 10,9 масс солнца то диаметр тени получается 3,78 на 10,5 секунды дуги то есть это в разы больше чем угловое разрешение путем решения обратной задачи путем обработки наблюдений исправления за инструментальную аппаратную функцию можно восстановить распределение яркости по области вблизи сверхмассивной черной дыры и построить тень изображения тени сверхмассивной черной дыры так что это вполне реальная задача ну и вот надо сказать что я уже это упоминал что поскольку черная дыра служит как линза для самой себя она увеличивает всю свою структуру для внешнего наблюдателя то в случае Шваршильдовской черной дыры линейный диаметр тени в 2,6 раза больше удвоенного Шваршильдовского радиуса ну а Шваршильдовский радиус тени в 2,6 раза больше чем Шваршильдовских радиус это все конечно я уже говорил из-за сильной неевклицкой метрики пространства времени вблизи черной дыры вот сам интерферометр это земной шар это южный полюс субмиллиметровый телескоп на южном полюсе реликтового фона флюктурации реликтового фона вот это Альма знаменитый интерферометр с огромным углом с угловым разрешением порядка 0,01 секунды система радиотелескопов уже сама в себе и так далее вот пострали там и так далее в общем вот 8 радиотелескопов они позволяют и вот измерить как раз корреляционный скоррелированный сигнал и что они измеряют давайте посмотрим структуру вот этой области которую они измеряют структуру тени значит вот у нас шваршильдерская черная дыра луч света от некоторого экрана идет на расстоянии 2,6 радиуса шваршильдерского к черной дыре дальше он из-за огромного потенциала черной дыры совершает несколько оборотов вблизи черной дыры и выходит на таком же прицельном расстоянии 2,6 вот этот самый шваршильдерского радиуса если он ближе то он выйдет соответственно в более близкую точку но в самое внешнее граница очерчиваемые вот этой тенью это 2,6 градусов галлюзионных радиуса это вот конечно воображаемом и в клидовом пространстве тоже вот мы смотрим со стороны на это дело вот теперь далее то есть у нас тень реально состоит здесь у нас изображение самого горизонта черной дыры плюс вот эта самая фотонная сфера которая увеличена в гравитационном поле черной дыры из-за кривых траекторий фотонов дальше значит вот если посмотреть на это более детально то мы видим что из-за огромного гравитационного потенциала черной дыры мы можем видеть не только лучи света идущие от передней поверхности полусферы искривляясь дает нам возможность наблюдать заднюю часть черной дыры и вот здесь показано изображение вот тени розовый цвет это верхняя граница тени это линзирование изображение фотонной сферы вот этот пунктирный круг это в эвклидовом пространстве не линзировано изображение передней полусферы горизонта событий. Вот этот вот голубой круг – это уже линзированное изображение передней полусферы горизонта событий. А темный круг, темно-синий – это линзированное изображение задней полусферы горизонта событий черной дыры. То есть черная дыра – это объект, который в данном направлении виден одновременно со всех сторон. Вот какая интересная экзотика. И если мы посмотрим в картинной плоскости, то структуры вот этой тени, которую наблюдает Иван Харазин телескоп, она следующая. Самая внешняя кромка – это линзирование изображения фотонной сферы. Вот эта часть – это линзированное изображение задней полусферы горизонта событий. Оно преобразуется в круг, в такое кольцо. Вот эта часть – это линзированное изображение передней полусферы горизонта событий. И пунктируем здесь описано уже в эвклидовом пространстве времени горизонт событий передней полусферы черной дыры. Вот такую структуру как раз и видят. А если мы имеем керровскую, предельно быстро вращающуюся в черную дыру, то здесь уже из-за вращения осевая симметрия пропадает, радиальная симметрия пропадает, но остается некоторое подобие осевой симметрии, потому что вращение. И структура тени, и структура вот этих горизонтов событий, она здесь уже тоже искажена. Поэтому по форме тени, в принципе, можно измерять не только массу черной дыры, размер тени определяется массой черной дыры, но по форме можно судить и о вращении черной дыры, о ее угловом моменте. И вот результаты наблюдений. Это заполнение УВ-плоскости, так называемой. Ну, вы пятый курс, вы это хорошо уже знаете, что при интерферометрических наблюдениях нам надо для того, чтобы фурия при образовании соответствующая делность с обработкой интерферометрических сигналов, хорошо заполнить УВ-плоскость. Вот здесь видите, как много частей УВ-плоскости заполнено. Это позволяет получить хороший скоррелированный сигнал. Вот это visibility называется, это видимость, как бы, величина амплитуда скоррелированного сигнала. И что ученые обнаружили? Они обнаружили, что с увеличением базы амплитуда скоррелированного сигнала сначала убывает, что естественно. И если бы не было тени понижения яркости в центре, она бы убывала монотонно, а она вот начинает возрастать опять. И вот здесь уже бывает, понимаете. Поэтому это сразу, на качественном уровне, без всякой интерпретации мы можем сказать, что это свидетельство наличия тени от черной дыры. Ну и вот сама обработка уже вот эта скоррелированная сигнала, это сложная обратная задача, некорректная в общем случае, надо применять специальные методы регуляризации для решения этой задачи. Вот, обработка этого сигнала дала вот такой вот тень, это внутренние части аккреционного диска, а это уже тень от черной дыры. Эффект повторяется, видите, для нескольких дат наблюдений структура не меняется практически. Вот, и дальше была проделана такая модельная работа, то есть задавались параметры центральной черной дыры, потом параметры аккреционного диска, вероятные, включая магнитное поле. И считалась газодинамика трехмерная. И смотрелось, как выходит излучение из такой сложной системы. Здесь вот не очень хорошо видно, потому что свет мы не выключили, но можно поверить, что вот такие колечки образуются. Это вот как раз фотонная сфера. Откуда идут фотоны? Они крутятся внутри, около черной дыры. А потом это вот теоретическое распределение, его свернули с, это модельное теоретическое распределение, его свернули с вот этой, с аппаратной функцией Event Horizon Telescope. Ну, получили более размытую структуру, но она хорошо, ее можно сравнить с наблюдениями. И вот сравнение с наблюдениями показывает, что масса центральной черной дыры, которая характеризует размер тени, она равна 6,5 на 10,9 масс Солнца. А 20 черной дыры, измеренной по движению звезд, независимо, это 6,6 на 10,9 масс Солнца. Почему у нас такой серпик получился, а не сплошное кольцо? Дело в том, что мы знаем хорошо, что плоскость аккреционного диска в этой системе, она не перпендикулярна в направлении к наблюдателю. Мы смотрим, значит, эта плоскость наклонена к картинной плоскости на угол 17 градусов. И поэтому из-за эффекта доплера, у нас есть бустинг, биминг, мы видим одну часть этого кольца яркой, другой слабой. То, что приближается к нам, оно яркое, то, что удаляет слабое. Ориентацию вот этой 17 градусов, они измерены из направления джета. У галактики 87 есть мощный джет, он регистрируется, просто, так сказать, у него большие размеры, и по его направлению, по его параметрам определяется ориентация аккреционного диска. Таким образом, вот такая вот структура получена. Теперь, какие перспективы? Во-первых, и ветхоразин телескоп собираются измерять уже на 0,8 мм. Число телескопов они хотят нарастить, более 10 до 15 телескопов. И будут измерять как М-87 с лучшим разрешением, так и центр галактики. Про центр галактики я скажу в самом конце. Наблюдение распределения радиояркости, поляризации магнитных полей можно будет вот таким методом изучать. И сейчас разрабатывается в Астрокосмическом центре, руководителем был Николай Семенович Кардашов, который недавно скончался, академик. Это проект Миллиметрон, который даст нам радиоинтерферометр с базой примерно расстояния от Земли до Луны в миллиметровом диапазоне с угловым разрешением до 10 минус 8 секунды. Здесь наземный интерферометр и ЭЧТ дает 10 минус 5 секунды, а миллиметрон будет давать 10 минус 8 секунды. И можно будет посмотреть тени не только от близких галактик, но и достаточно далеких. То есть тогда уже будет наука, демография теней. Их число уже возрастет в десятки раз. Вот, теперь значит дальше, что же нам... А, да, вот недавняя дополнительная обработка с учетом поляризации наблюдательных данных, которые были получены на ЭЧТ, она дала возможность, ну, конечно, в рамках модели, восстановить направление силовых линий магнитного поля вблизи черной дыры. Вот это вот так расположены силовые линии магнитного поля. Это, конечно, колоссальная информация для определения физических условий, граза вблизи сверхмассивной черной дыры. Ну и, наконец, последнее. Как быть с черной дырой в центре нашей галактики? Потому что вначале-то люди были уверены, что сначала будет измерена черная дыра в центре нашей галактики. И угловой размер... Здесь у нас 3,8 на 10 минус 5 секунды, угловой размер для М87. А там угловой размер 5 на 10 минус 5 секунды. Она поближе. Но из-за того, что у нее масса гораздо меньше, в тысячу раз меньше, здесь миллионы, а там миллиарды масс, то угловой размер примерно один и тот же, что для М87, что для галактики. Ну, чуть-чуть побольше для центра галактики. И поэтому, поскольку это наиболее близкая черная дыра, то надеялись, что первые-то измерения будут проведены для нее. Были проведены. Вот тут есть результаты. Но пока до сих пор еще окончательных выводов не сделано. Почему? Потому что, во-первых, мы смотрим на черную дыру в нашей галактике в плоскости. А там огромное количество газа и пыли. Коротковолновое радиозлучение сильно возмущается неоднородностями этого газа и пыли. Оно уже возмущается, уже чувствительно к таким возмущениям. Поэтому все это надо очень аккуратно делать. Но самое главное, что масса, 4 миллиона солнечных масс, свидетельствует о том, что характерные времена переменности сигнала от этой черной дыры должны быть в тысячу раз короче, чем характерные времена переменности от черной дыры в М87, которая в тысячу раз массивнее. Это короткие времена, это буквально там несколько минут. Характерное время постоянства потока. А для того, чтобы интерферометр работал, надо наблюдать днями, несколько суток наблюдений. Для М87 тоже были наблюдения по часам, но длинными интервалами, по 2-3 часа, а потом их сшивали. Здесь надо сшивку производить каждые 5-10 минут. Надо бросать измерения, снова наводиться, смотреть фазу, сшивать. То есть из-за малой массы черной дыры, из-за физической переменности, так сказать, вблизи черной дыры, у нас сигнал, который мы хотим, так сказать, вот скоррелировать, он сильно переменный и на очень коротких временах. И это поэтому дает большое затруднение в обработке этого материала. Но первые результаты были получены еще раньше, до М87, за несколько лет до этого. Была получена вот такая вот тоже, это зависимость, это у нас база в миллиардах длинволов, а это вот скоррелированный сигнал. И тоже было получено, вот здесь, к сожалению, только вот две точки, ну а здесь много точек, но они тоже говорят о том, что вот если здесь провести какую-то вот гауссиану, то она по х квадрат отвергается с колоссальным, так сказать, там, уровнем значимости, потому что, видите, какие колоссальные различия, вот. То есть вот эта гауссиана соответствует как раз распределению яркости по черной дыре в центре нашей галактики, монотонному, то есть яркость из центра к краю спадает монотонно, без понижения яркости в центре. Вот такой сигнал вы наблюдали, а он радикально, он на качественном уровне отличается. Поэтому вот из этого результата уже, несмотря на то, что точные размеры тели от черной дыры мы не знаем еще, но можно на качественном уровне сказать, что центральная, так сказать, черная дыра в центре нашей галактики тоже дает явление тени. Каковы параметры этой тени? Это будет уже вот после этой тщательной обработки, накопления большого количества данных, тогда можно будет покрыть всю эту кривую и, решая обратную задачу, здесь это на качественном уровне вывод, там уже можно будет количественно оценить параметры тени от черной дыры в центре нашей галактики. Так что будем надеяться, что скоро они это завершат, и тогда, конечно, за эти работы будет получена Нобелевская премия. Так же, как вот была получена Нобелевская премия за гравитационно-волновые исследования, за открытие гравитационных волн. Ну вот на этом я хочу закончить. Вопрос, пожалуйста. У меня есть вопрос по поводу современного представления потери энергии, муниципации энергии внутренней энергии нейтронных звезд. Вот известно факт, что нейтронные звезды действительно держатся на давлении вырожденного газа, а вот что если это давление, ну, энергия, давление диссипирует? Можно? Ну, энергия же не только так и иначе теряется, через там изучение магнитных поля, через умножение вращения. Вот, то есть... Диссипация может быть только в том случае, если нет вырождения. Дело в том, что давление нейтронного газа – это давление вырожденного вещества, это квантовый эффект. Квантовый эффект он не диссипирует. Он может вечно существовать. Это квантовое явление, а не классическое. Вот другое дело, что если появляются какие-то трения внутри нейтронной звезды и так далее, то из-за аммического уже нагрева будет диссипация. А если нейтронная звезда никаких особых течений внутри себя не имеет, там есть сверхпроводящая зона, но это сверхпроводящая, там нет диссипации. А остальное – это вырожденные нейтроны и часть вырожденных электронов, самая внешняя оболочка. Но поскольку это вырожденное вещество, это уже квантовый эффект. Я просто хочу вопрос, потому что есть ли современные теории? Нет, есть теория затухания магнитного поля. Вот нейтронная звезда, она образуется, поскольку сжимается все, от больших размеров к маленьким, то поле усиливается и так далее. Но примерно через характерные оценки от порядка 100 миллионов лет, от 100 до 300 миллионов лет магнитное поле в нейтронной звезде затухает. То, что все-таки есть некоторое амическое какое-то, там токи возникают и так далее. Но вот давление вырожденного газа, оно не меняется, потому что это квантовый эффект. Пожалуйста, вопрос. Вы рассказывали о образовании черных дыр из звезд, которые превышают три массы ядра. А что касается сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре галактики? Вот, с ними как? О, с ними большая проблема. Дело в том, что в последние годы выявляется замечательный результат тоже. У меня не было времени на это устанавливаться. Чем раньше сверхмассивная черная дыра образовалась, чем меньше ее собственный возраст, чем она моложе, тем больше ее масса. Такая статистика есть. Казалось бы, если у нас черная дыра растет из маленького объекта к большому, за счет акреции, за счет слияния галактик, то чем моложе черная дыра, тем меньше ее должна быть масса в среднем, потому что она еще не успела нарастить массу. А наблюдается обратная королевация. Чем моложе черная дыра, тем больше у нее масса. И есть черная дыра массой 5-7 миллиардов солнечных масс, у которых собственный возраст по красному смещению галактики составляет менее 700 миллионов лет. Возраст Вселенной 13,8 миллиардов лет, а это возраст менее 700 миллионов лет. И вот за эти какие-то несчастные 700 миллионов у нее масса возросла до 7 миллиардов солнечных масс. Поэтому дискутируются две гипотезы. Например, Николай Семенович Кардашов вообще считал, что новые данные по сверхмассивным черным дырам, они говорят о том, что сначала образуются черные дыры на ранней стадии Вселенной, сверхмассивные, из-за деформации метрики простанцев времени, а потом на них натягивается уже всякое барионное вещество, образуются звезды, галактики и так далее. Но с другой стороны, есть теории, которые позволяют это понять. Потому что на ранней стадии образования Вселенной образовывались очень массивные звезды, так называемые третьего типа населения, с массой до нескольких тысяч звездных масс. Почему? Потому что плазма была горячая, значит, джинсовская длина волны большая, и кроме того, они водородно-гелиевые, там не было металлов. Поэтому массы громадные, несколько тысяч солнечных масс. И вот есть теории, которые показывают, что если мы имеем мерджинг галактик, то есть если галактики вначале образуются маленькими, потом они испытывают много тысяч слияний. И вот если они сливаются, то за счет этого слияния масса центральной черной дыры нарастает, и может нарастить до таких величин. И подтверждением этого является то, что уже открыто несколько десятков двойных сверхмассивных черных дыр. Если они образуются в результате слияния, то, естественно, может образоваться и двойная черная дыра, которая не успела слиться, но зато они в совместном гравитационном поле крутятся. Вот сейчас уже нет сомнений в том, что двойные черные дыры есть. Более того, как в свое время открытие укорочения орбитального периода от двойного пульсара Халса Тейлора служило аргументом в пользу гравитационных волн во Вселенной. Укорочение было связано с потерей энергии за счет излучения гравитационных волн. Это было главным аргументом, под который Торну удалось добиться от Конгресса выделения денег на гравитационные волновые антенны. Это не безнадежная задача. Так же и сейчас. Вот сейчас строят весь проект Лиза, космического интерферометра с базой порядка миллиона километров. Спутники свободны от сноса, три штуки. Они будут мерить процессы, связанные со слиянием сверхмассивных черных дыр во двойных системах. Строится статистика всякая, сколько таких объектов можно отнаблюдать. И это богатейшая физика, потому что там как раз этот процесс рингдаун, стадия затухания совместного окончательного горизонта событий. Он же будет длиться не миллисекунды, не доля секунды, а он будет длиться месяца. И можно будет детальнейшим образом этот вот затухающий участок экспоненциальности попадающего записать. И по ее форме можно точно сказать, что это черная дыра, а не что-то другое. Что это горизонт событий дрожит. Понимаете, это вот такая возможность. Так что вот с образованием черных дыр пока не все ясно. Вот возможно это действительно слияние, многократное слияние вот этих первичных, так сказать, звезд третьего типа населения, наиболее массивных. Там до 10 тысяч масс Солнца может быть. Но если 10 тысяч масс Солнца, если у вас там тысяча слияний, уже 10 седьмой масс Солнца имеется на расстоянии. А может быть и вот вначале образовывались черные дыры, а потом уже там плазма, водорода, гелиевая плазма, насчет гравитационной неустойчивости, они эти черные дыры натягивали на себя эту плазму и образовывались все структуры, звезды там и так далее. Вот такой вопрос. Это все передний фронт. Здесь пока, так сказать, еще много неизведанного. Пожалуйста. Нет, в принципе можно. И в свое время Юрий Николаевич Гнездин предложил метод определения магнитного поля вблизи горизонта событий от черной дыры и он даже дал оценки соответствующие по спектрополяриметрическим наблюдениям уже в оптике. И у него получалось там порядка тысяч гаусс. Вблизи черной дыры там 10 тысяч гаусс. У нейтронной звезды 10-12 гаусс, но у нее радиус 10 километров. А здесь черная дыра размером с Солнечной системой. И вот у нее 10 тысяч... Если вы сожмете до 10 километров, это будет уже даже не магнитар. Это будет черти что. Вот такая вещь. То есть измеряются. Есть методы. Еще вопросы? Если вопросов нет, то я рад был с вами пообщаться. Успехов вам! Спасибо. 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 Спасибо.